Я смотрел на живом журнале Андрей Кураева, в нем множество там комментариев по тимам, там сотни просто, и такие там дискуссийные, ругательные там, и как будто бы ничего не удаляется, даже там нецензурно может в какой-то риф попасть. А у вас на видеоканале, ну комментариев совсем немного, о таких, чтобы какие-то там, такие нехорошие слова там были ругательные, там не встретишь, наверное, не видал, почему-то вы удаляете специально их, а почему Андрей Кураев удаляет свои комментарии, а вы плохие комментарии удаляете, а он не удаляет, почему так? Ну, во-первых, сказать, что они удаляют, это никто не может сказать, дело в том, что удаляют они. Когда у нас модератор поставил, она дала знать, что появился новый сайт во свете Библии, они ничего про него не знают, но только дали знать и Игнатий Лапкин, а я никогда не могу предположить, что это сделал Андрей Кураев. Они мгновенно удалили и заблокировали человека нашего. Она дала, появился новый сайт во свете Библии, там о том-то, о том-то, затаус, значит, он, то есть, аполитичный, не против, ничего нету. Знать не знают-то. Так же было и в Черной Сотне, там где-то она, я говорю, ты везде сделай, значит, что мы есть. Удаляют. Я про других-то не могу сказать, но меня удалили. Там не бьют, а я прихожу с синяками, ясное дело, что это что-то есть. А они знали, что там плохое? Нет, сайт появился полдня, там еще был сайт, один сайт, у нас ничего еще не было, это 10-й год. Конечно, все данные выставил, от какого числа, что. Первый раз узнал до конца, что мы зарегистрированы как видеоканал 21 декабря 2012 года. Правильно говорю? Правильно. Вот, не знаю, меня спросила Наталья Щернову, а сегодня я выдал эту программу. Значит так, ну а зачем? А не, ну, я тоже имею власть. Такая есть специальная опция, которую может удалять хозяин этого ресурса. А зачем эта опция? Удалять, написано заблокировать пользователя такого. То есть, он знает, что есть показники, которые будут гадить и гореть. А ему надо по другим именем регистрироваться. А тому, кто удаляет, у нас модераторы за этим смотрят, администрация, и у нас солидный коллектив. Когда мы отмечали годовщину сайта, садографировались, знаешь, когда за 12 человек там было. Там и спонсоры, и кто образовывал, кто составлял сайт, форум, и проще. Даже снимки остались. Так что здесь не совсем так. А удаляют, если там ругать, но и не все удаляют. Вот один там пишет, а этому старому мудаку там, скажите, я бы его послал на, но если материк, на, послал, явное дело, что он не расположен. Ничего нету, что нету. А слово там мудак и проще оставили, даже нужды никакой нету. Сейчас смотрят люди, ну вы могли бы это удалить-то? Могу. Щелчок один только. Мне до этого требуется, модератору там, администрации требуется, ну, не больше 2 секунды. И его не будет, он будет по дому регистрироваться, заходить, ему тошнота будет. Один пакостый стал писать, его заблокировали, он опять вылез. Какой-то профессор китайский. Еще раз, мне сразу позвонили из другого города и сказали, вы зайдите по этому номеру, посмотрите, что у него там делается. Зашли, а у него, я насчитал, 51 зарегистрировано, заготовлено. 51 заготовка. Он только снимает, сразу, сразу по ним все прошлись и все заблокировали. Он еще уберет, уберет одну дорогую вина, и все, и кончилось, больше ни разу не зашел. Он там какой-то шаман, и он сделает все, чтобы у нас не было. Ну, пакости, его нету. Мы обязаны смотреть. Допустим, ко мне приезжают люди. Приезжают. Даже здесь вот, мы еще приезжали, как бы, юридически к тебе, к Володе, все, но фактически-то едут, потому что они знают, что я нахожусь здесь, и это все так вот культурно отделано. Это мои гости, они об этом везде пишут. И теперь они приезжают, а тут в комнате дохлая крыса, во дворе дохлая собака, туалет не счищен, и вычищай, тут не пройдешь. Ладно ли это будет? А это духовный материал, он гадит. Заходит, и гаденыш, и он ничего не знает, и он ничего не знает, совершенно. Даже вот при Дворкине, Александр Леонидович, и ты сам перепечатывал у меня, и они придумают, я был баптистом, ушел бы, ни одного дня, во всей природе у нас не было баптистов, ни одного дня, ни одной минуты. Зачем врать-то? Я был баптистом, не был я. Я спрашиваю, зачем? Потому что обвинений не хватает, и они цепляют другое. Далее, Роспотребнадзор закрыл его, никто не закрывал. 18 июля 2016 года, в 22.00 приехала полиция, и они не вламывались, они не гонялись, но так же было. Наши бежали туда, где сваркала молния, и ночью распределили детей в деревне. А наутро я уже собрал общее собрание деревни, сказал, лагерь расформирован, имущество все передается деревне, отвечайте теперь за это как хотите, берегите, нам потребуются там занятия, могут вести ныщие, там мало были. Так, людей там мало было, а больше будет там занятия, будут идти, это никто не запретит. Это не лагерь, это территория. Ну и уже и не было, а суд был через 9 дней, только 27-го, и они требовали Роспотребнадзор прекратить, приостановить, вот как, деятельность лагеря на 2 или на 3 месяца. А его нету, они даже, они не пусть и делали, хотя я все выставлял в интернет. Мне часто даже близкие люди говорят, вот выставляете, они все знают, я знаю, что выставлять. Ты не думаешь, что я просто так, бах, вот сейчас есть ролики, которые у меня второй год лежат, я их не раскрываю. Есть который третий год, почему? Время не приспело. Поступила заявка, тут работа идет. Однажды было так, меня попросили один ролик, мы беседовали с одним. Он зашел, хамовитый, хамовитый, миссионерский отдел, Антон Дулеевич, из Козырской епархии, якобы. Ну никакой, просто как бродяга какой-то. И вот в разговоре хамить начинает, как их назвал этот Степанин Тамарсим, щерки. Лать только могут где-то. Ну и один там узнал, что разговор был, говорит, я очень прошу, там упоминали про меня, остановите этот ролик пока. До времени, до Нового года, когда тут прояснится обстановка епархии. Я отложил. Они буквально в следующий день у меня украли его, распространять, стали вырезать там из него, что ли, и все. То есть поступили нечестно. А почему? Были люди, которые имели доступ к моим ресурсам, помогали где-то. Ну это сделать может не каждый. Ну выкрыли ролик, выкрыли его, нету. А на меня теперь, а почему вы, вот там он говорил на вас, он, ну мало ли, что он там сблевывал. Я это выставляю. Я вас просил, не против? Нет, ну хам, просто хам стопроцентный. Он нарушил минимум 12 принципов разговора, о которых указывает Степанин Томаксим. Возраст, знание, опыт, отношение к людям, к делу. Все нарушено. И вот даже у меня как-то был материал такой. Вот причины, которые должны были тебя воздержать. Сотяга Волкова писал в славе. А от хамства от этого. А этот еще не знает, он все, он миссионер, он идиот, и все. Они не благовестники, никто. Шпанак просто. Патриархийный, я их кодлые называю, кучей, как собаки на меня бросаются. Ну это его дело. Ну не надо обманывать. Не надо. Во-первых, выкрали, дальше сами начали его терзать, этот ролик. А почему я не выставляю, как его и нет у меня. Выкрали. Тогда я провел ревизию, модератором всем запретил заходить. А один, может, человек только имеет доступ к моим ресурсам. Все. То есть меня тоже научили. Не надо сапашку жить. Почему? Евангелие от Матфея, 10 глава 17 стихи говорит, остерегайтесь людей. Ибо они будут предавать вас. Он, друзья, напросился. И такое дело. Я попутно это все говорю. И поэтому у нас смотрят, я уезжаю сюда, я наказываю модераторам, смотрите сами. А интересно, вот, я говорю, если видите, знаете, есть стандартные вопросы, ответы. Вот сегодня у нас, как система выдала, у Пащенко Владимира Александровича день рождения. Правильно, нет? Да. Молчит. Все, тупой такой или что? Или боится, что-то отнимем у него? День рождения. Надо тебе, а канон ангела-хранителя почти нету, хотя бы поклонов 300. Ударись сейчас где-нибудь, сейчас так или помолиться. Я тебе послал. День рождения справлять нельзя, не отмечать, но вот то-то, то-то можно делать. Ты уже, наверное, получил, да? Нет. Нет, ну, получишь в моем мире. Поэтому модератор администрации смотрит, я говорю, можете отвечать, если, ну, стандартные какие-то вопросы, вот, берите у меня копию, давайте, допишите свое. А мне сразу, что-то у вас ответы пошли такие, знаете, Тихонович, это не вы отвечаете, наверное, модераторы отвечают. Понятно, люди как чувствуют, где. А чем ваши вопросы от модераторов, от членов нашей общины, значит, чем-то отличаются? И при том, по числу вы считали, по какому числу я говорю, а какие вопросы, ответы там где-то, ответы неправильные даже? Нет, правильные. Но не так, как вы даете. Во-первых, это нужно 4 параметра выдерживать. Все места писания, ни одно, ни два взять из Библии. Что говорят об этом жития и святых, 1173 жития и какой-то момент из жития, ну, да, да, 1173 биографию здесь надо проворачивать. Кроме того, 719 правил, ты должен знать, какое правило туда поставить, и толкование святых отцов. Поэтому куда бедно 300 книг тому. Ясное дело, что это далеко не под силу. Поэтому, когда видим, заходит человек, он забрел не туда. Наши ресурсы очень и очень серьезные. Что мы на форуме, это обычно такой же, как живой журнал Андрея Кураева. Они приходят, ругаются, матерятся, отзываются. У нас этого нет, где форум. И я никого не запечатывал за последний год вообще. И заходят, и каждый день, ну, 200 с лишним человек, 270. Ну, это человек. На форуме, если ничего нет, он только сидит, он берет что-то. А как ему буду отвечать? Там Андрея Кураева, конечно, наплыл больше, но это так, странненько. Вот сегодня так один написал. Да, Однороб, кажется, его фамилия. Да, благодарю за эту работу. Благодаря и вам я стал православным. Это чего-то стоит такое? Или католики пишут? Мы совсем уже приняли православие. Дальше выписывают книги. Наш материал, он может соперничать с самыми современными материалами, с самыми знатными, ну, кто-то подословый или как назвать. Вот я показываю сегодня стихотворение, на которое отзывы сразу пошли, и там восхищенные такие, как вы могли так написать, это так точно. Я не знаю. Я смотрю эти стихи, вчера два раза перечитал стихотворение, и сегодня один раз. Я вижу впервые, как будто эти строчки. А как? Не знаю. Несчастье выброшено на остров, а дальше события разворачиваются. Не знаю. И напротив каждой строчки, это 36 строчек, 9 куплетов по 4, 36. 36 раз открыть Библию. Я посчитал, это более 15 книг, там, написал трижды, то другое. Есть таки, в мировой практике этого не было никогда. Если человек ко мне заходит, он анимеет. Он читает. А это зашел совершенно чужой человек. Он заходит, ну, ругается. Безобразнейший. Модераторы смотрят, иногда я сам захожу, сразу же вижу, что враг зашел. И он начинает гадить. Куда власти смотрят? До этого человека там, на меня где-то. А зачем он зашел? Вот начальник уголовного розыска здесь приезжает. Сейчас сколько, я не могу сказать, но не менее пяти раз. И ни разу не зашел сюда. Там заходил, во дворе только был. Нынче работал на Рыжковском пруду, он сюда привез нового сотрудника. А сам рядом улыбался. Я понял, что он что-то рассказывал. Ну, я дал визит, что у меня не всегда с собой. Он нигде не нахаживался. Что я могу сказать? По-честному, без выдумки. Вот приезжает корреспондент Ритунский Владимир Васильевич. Ну, а ты, если я пойду на пенсию, вас примут? Я говорю, ну, судя по времени, ты самый старый корреспондент. За два года до начала восстановления, до 91-го года, уже была статья в сент-октябре. Не врешь. Говоришь искренне. Ничего не утаиваешь. Как насчет матов? Обойдемся без омех. Ну, подходит. И он все это напечатал. Владимир Васильевич Ритунский. Там еще одна, она под разными именами, печатается. Женщина. И Ольга, или как там она, Любовь. И мы даже к ней на квартиру как-то шли. Раздавали Евангелие к ней. Ну, шли, я ее не узнал. Тоже. Статьи все хорошие. Вот. Статьи писал у нас главный редактор газеты «За наук» Алтайского государственного университета. Владимир Петрович Клименко. Вот. Фотографии Волобоева. Фотографии можно наделать такие, рога насыпить Волобоев. Особенно из них много писал. До слова Божьей нету, там написано. Кочевников. А это не Кочевников. Тепняков Сергей Александрович. Ни разу, нигде не собрал. Очень смелый. И о чем я говорил, кажется, наедине даже он все напечатал. С коммунистами, как он боролся. Облом коммунистов статья наладили. Но это что-то стоит? Ни одной статьи я его не мог оставить без внимания. Поэтому таких людей никто не закрывает. И непохвальное. Игнатий Тихонович сейчас борется за чистоту церкви своей. И бьется за это. Но тут его ожидает поражение, он пишет. У каждого свой характер. Ну, поражение какое он имеет в виду? Неуспех. В один день это не делается. Вот он что-то делал, не так там, буйствовал. А сейчас нас подкармливают. Приносят. Видишь, как его делают? Поэтому на такой вопрос я отвечу, что удаляют везде. Видимо, ну, сильно когда залазят. А в Черной соте нас сказали, на Библию ссылаются. Это какой-то евгарийский жид. Евгарийский жид. А вот Роберт Робертович приедет. И он, Шпиллер, как-то его там, какая фамилия. Он разберется и больше ни разу не выше. Так что, ну, все маленько не так. Как в анекдоте говорят. Слышал, на работе один пришел, говорит, ой, везет же некоторым людям. Говорит, я на Старом Москве пилю, говорит. А наш начальник там где-то была лотерея, играл, говорит, выиграл машину. Опять новый, не сам какой-то. А другой там отнулся, сидит, молчит. Все ахают, охают, надо же, у меня теперь две такие машины. Такая же машина, как была, да, такая, новая, конечно. Он этот свой недавно приобрел. А тот поднял голову, да маленько не так. Не он играл, да сын. И не выиграл, а проиграл отцовскую машину. Маленько не так. Вот так, так и здесь. Я вам все время размышляю. Меня иногда спрашивают, а как вы мыслите? Вот это трудно сказать, как мыслишь. Потому что за мысли бы сидеть. Но у меня мысли слагаются не просто. О чем думал? Я говорю, ты сейчас. Идут ребята. Не о чем. Как? Вот шагал по улице, береза растут, птицы летают. Я ни о чем не думал. Нет, у меня так не бывает. У меня слагается, как произведение такое. Я иду березой. Я воспеваю, Господи, как гимн устроено это дерево. И оно считается одной из самых красивых в мире. С белой короткой, три дерева во всемирной, на земном шаре. И одной из них, самой красивой, это береза. Как пелец. Что больше понравилось, она где-то березки. Так и здесь. И я вижу что-то еще птицы. Иду и прославляю в нем фразы. Протом фразы литературно. У меня не обрывочные какие-то. Вот сегодня что-то случилось. Кто-то зашел, я размышляю вот об этом. Работаю. А сам все размышляю. Составляю как бы. Этому человеку я бы ответил так, а этому так. Почему такой опыт? Это образ мышления. И как говорил Брежнев, мышление. Или этот Горбачок сказал, так и вошло это. А как надо? Я не знаю как, но когда сумятица в голове. То вот так и идет. Вот самое простое маленькое замечание где-то. Батюшка сказал. Вот вчера говорили. Он приехал тут. Стоял. Я там ухожу. Я работать еще буду. Я обдумываю. Батюшка сказала. Почему он так сказал? А это вот почему. Потому что там он был в Московской патриархии. И этот сок из него еще не выветрился. Вот эта патриархийная шелуха у него, говорится. Как писал этот. Владимир Владимирович Маяковский. С Лениным в башке. Не в голове. В башке. Широкие штанины, паспортины. Вообще удивительно. А как вы к Ломанову это было? К Маяковскому я попутно все говорю. Относитесь. Я говорю положительно. Когда спать охота, а уснуть не могу. Я сразу беру его книгу и начинаю читать. И уже на первой странице я глубоким сном сплю. А то у меня как снотворное. Но у него прозвы новые. Так что Андрей Кураев, наши сделали запрос через кого-то. А почему нас заблокировали-то? Никто не ответил. Но я не... Даже миллионная доля процента. Не думай, что Андрей Кураев там смотри. Я просматриваю все. И хорошее и плохое. Сейчас тем более удаленный, заблокированный. Он остается стоять. Другие его просто не видят. Такая операция сейчас прошла. И был такой, зашел он. Ну флудер, ты знаешь, что такое? Как на него смотреть? Ну только одинаковые комментарии подряд лупят вниз. Бесконечно. Засоряет как бы эфир. Он мне сразу на полсотни закинул наших роликов. Пакость свою. Я что-то должен делать. Люди заходят, куда они зайдут. Но он один и тоже ругается. Артур какой-то был. С ним будет покончено. А еще какие бывают вредители? Эти тролли. Тролли. А тролли чем занимаются? Ну, разжигают какой-то спор, раздум. А у нас не получается. Они не могут разжечь. Его сразу укорачивают. Одно замечание, если он так культурой говорил. И больше его нет. Он вовремя уходит. А сейчас придумали еще невидимка. Видели. Я говорю, как? Это за это платят. На него башни надеты. И он заходит. А что? Это из наших кто-то. А мне нужды нет. И главное, что, видимо, там договор, что он не имеет права давать никакие комментарии. Потому что я его не могу найти нигде. У него данных нет. И его нельзя заблокировать. Почему? Это только денежная операция. Ну, далеко догадываться. Благодарю. Так, вчера мы из-за дождя мало работали. Потом окно было, дождя не было. Я надергал гвоздей. Сейчас позавтракали. Мне делать нечего. Пока дождь. Я сейчас сажусь гвоздью управлять. Хоть как-то оправдать то, что я обедал. А ты лежай на чертах, как-то помогли. И сначала съезди к этим. Боробарарар. Спасибо.